Добрый день, дамы и господа, с вами Евгений, и снова увидимся с вами в прицеле. Сегодня я хотел бы снять видеообзор про самолёт Vampir FB-5, реактивный самолёт. Плюсы его, сразу вам скажу, это 4 и 20-ки, которые у него на носу стоят. Плюсы то, что он может нести и ракеты, и бомбы вместе, и по отдельности. Плюсы то, что он перекручивает Мига 9-го, но не знаю, как с другими реактивными самолётами получается. Минусы то, что у него скорость маловатая, это его очень большой недостаток, он от других реактивных самолётов просто не может уйти. Он просто не успевает. Ну вот, Миг 9-й уже без хвоста, без элеронов, он весь уже расклёванный. Потому что я его перекрутил. Я даже закрылки сильно не старался выпустить, потому что всё равно Миг 9-й уже всё. Даже не успев, он уже не... Но только если бы по скорости... Ну сейчас мы вам продемонстрируем, как он по скорости меня обгонит. Мы с ним вниз уйдём, и он покажет, что значит Миг 9. Я его просто... Вот видите, у меня уже предельная скорость. Меня бы уже в РБ просто бы уже в кулачке разорвало, потому что у меня уже скорость намного превышает. Максимальная скорость у меня в данный момент 812, а я уже развил 870. Это то, что я пикировал. Ну вот давайте, Миг 9-й меня немножко подождёт. Я ему сяду на 6, покрутимся с ним, я сяду ему на 6, и он уйдёт вниз. И покажет, что значит Миг 9-й по скорости. Я его пока что в данный момент догоняю, потому что я лечу предельно низко, как могу. Но он летит на высоте. И в этом у меня плюс. Здесь я его, конечно, догоню. Но если он вниз уйдёт, то я его просто-напросто не догоню. Ну давай, Миг 9-й, вниз уходи. Подождём тебя. Уже я ему сажусь на 6 потихоньку. Дистанция 3 км. Повезу Фоккевульф и Спитфайр. Ну а потом вам продемонстрирую, что значит вампир от Фоккевульфа убегает. Аж пятками сверкает. Ну а дверьте, я уже Мига 9-го. Я уже гоню 770, уже 780. А Миг 9-й от меня отрывается только в путь. Как же его догнать? Уже и по низам, как мы обычно делаем все. Уже и по низам. Уже пытаемся его догнать. Но не можем его догнать. Интересно, что у него же за движок-то такой стоит? Трубированный или что? Вроде реактив. Вроде всё должно быть одинаково. Но он меня обгоняет по скорости. Но по манёвренности он мне жёстко уступает. Восемьсот четырнадцать. Я немножко дистанцию сокращаю. Но он... Я дистанцию сокращаю из-за того, что он пытается маневрировать. Он делает зигзаг. Из этого я его и догоняю. Но если он шрубу по прямой, я его не догоню. Вот, посмотрите. Дистанция даже не уменьшает. Дистанция одинаковая. Но я его всё равно не догоняю. Как бы я ни пытался. У меня скоро движок, наверное, тут взорвётся. Как пукан взорвётся. Но я его, наверное, не догоню. Так что, ребят... Плюсы у британцев это манёвренность. Плюсы вооружения. Но минусы скорость. Но скоро обещают добавить новый самолёт. Который всё это исправит. Видите, МиГ-9 решил развернуться. Но я ему сразу просто оторвал своими четырьмя двадцатками. Так что, надеюсь, что в который самолёт добавят новый реактивный. То мы его будем качать. И я надеюсь, что когда его добавят, я его побыстрее исследую. И про него в видео тоже выложу. Надеюсь, что этот самолёт будет хороший. До скорой встречи, дамы и господа. Увидимся с вами снова в прицеле.